Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Жаба самому небесному властителю родня». Итак, давным-давно, когда на земле ещё и людей не было, а росли только деревья и зеленели травы, парили в небе птицы, допрыгали и скакали разные зверушки, не спаслал небесный властитель на землю невиданную засуху. Тянулась эта засуха месяц за месяцем, и не было ей конца. Солнце красное, как раскалённый уголь, испепеляло всё вокруг. Земля днём и ночью дышала жаром. Пересохли все пруды, озёра, реки и ручьи. Обуглились деревья, птицы замертво попадали на землю. В высохших прудах погибали лягушки и жабы. Высоко в горах и лесах лежали бездыханные звери. Сидела в своей маленькой норке жаба, широко разинутым ртом. В горле у неё всё пересохло. Выглянет жаба из норки, увидит беспредельные раскалённые выси, Выпучит глаза, посмотрит на небеса и заводит своё брики-ки-ки-ки. Очень осерчала жаба на небесного властителя. Так бы целиком его и проглотила, да только мала она слишком. Вздыхала жаба, охала. Думала, думала и решила. Если уж проглотить небесного властителя мне не под силу, То почему бы не подняться в заоблачные выси и не узнать, Отчего это так долго нет дождя? Выпучила жаба глаза. Путь до заоблачных высей измерила. Видит дальний путь высоко до неба. Высунула язычок, глаза зажмурила. Сидит, задумалась. А потом, как примется челюстями скрежетать, Родню свою оставшуюся лягушек на совет созывать. Заплакали, заквакали лягушки. Все они посинели от невзгод, позеленели от засухи. Уселась жаба, на передние лапки оперлась, Спину сутулила, глаза выпучила, Рот широко раскрыла и проверещала. Хочу спросить я у небесного властителя, За какие наши провинности не посылает он нам дождя? Все вокруг зачахло. Если дождя не будет, то через два-три дня И нам придет погибель. Лягушки еще больше посинели, Позеленели и закричали. Ква, ква, такого не бывало, никогда не бывало. Никто до небесного властителя сроду не добирался. Брось болтать, не то небесный властитель тебя покарает. Бреки-ки-ки-ке, и так, и это конец нам приходит, Возразила жаба. Так уж лучше подняться в заоблачные выси, Может, тогда и спасемся. Кто со мной? Перед небесным властителем я ответ держать буду, На меня положитесь. Поскакали лягушки вслед за жабой, А молва впереди их несется, Что, мол, идет жаба сродней К самому небесному властителю Тяжбу затевать. Прыгает жаба, В лапке увядший лист держит, Будто знамя. Кожа у нее вся пупырышками покрылась, Лягушки громко квакают, Скачут так быстро, Только лапки сверкают. Шли они мимо бамбуковой рощицы С обгоревшими листочками, А там желтый петух От солнцепека прятался. Смотрит, идет мимо жаба с лягушками, Спрашивает петух, Кукарику, эй, жаба, Куда это ведешь ты, лягушек, По такому пеклу? Выпучила жаба глаза, Широко разинула рот, Машет листом флагом. Брик-ки-ки-ки-ке, Небо послало нам великую засуху, Иду я к небесному властителю, О дожде его просить. Встрепенулся желтый петух, Далеки небесные выси, Как до них доберешься? Если идти и идти, Можно и до небесных высей добраться, Отвечала жаба. Как же ты небесного властителя одолеешь, Ведь он велик, А ты, жаба, мала, Спросил петух. Неспославший засуху низок, Требующий дождя велик, Правду небесный властитель услышит, А если по-добру не захочет Дождь на землю послать, Наше многочисленное войско Силой его заставит уступить. Кукареку, А те, кто тебе, жаба, не родня, Могут с тобой идти? Чем больше нас будет, тем лучше. Нет, у меня твоей смелости, жаба, Зато есть у тебя крепкий клюв, петух. Ну что ж, возьми меня с собой. И двинулись все они дальше. Веселее запрыгали лягушки, Впереди с листом флагом жаба скачет, Движется войско, Пыль облаком поднимается. Вошли они в лес, Где все листья опали, Все цветы увяли, Только жалобно гудят пчелы, Плачут всем роем. Негде им нектар собирать. Увидели пчелы жабу С лягушачьим войском, Перестали плакать и спрашивают. З-з-з! Эй, жаба, Куда это ты с лягушками Да петухом идешь По такому пеклу? Выпучила жаба глаза, Широко раскрыла рот, Машет листом флагом. Брекке-ке-ке, Небо послало нам великую засуху, Иду я с жалобой к небесному властителю. Пусть дарует дождь нашей земле. Пчелы к жабе подлетели, Затороторили. Высокие небесные дали, Высокие, высокие, Как до них добраться? Если идти и идти, Можно и до небес добраться, Отвечала жаба. Ты, жаба, мала, Небесный властитель велик, Как же ты одолеешь его? Неспославший засуху низок, Требующий дождя велик, Правду небесный властитель услышит, А если по добру не захочет Дождь послать, Наше многочисленное войско Силой его заставит уступить. З-з-з-з, Нет у нас твоей смелости, Жаба, Зато есть у вас длинное жало, Возьми и нас с собой. И двинулись дальше все вместе. Лягушки прыгают, Желтый петух крыльями машет, Кукарекает, Над ними пчелы гудят, Жаба впереди с листом флагом скачет, Движется войско, Пыль облаком поднимается. Добрались до вершины высокой горы, Камни там от жары почернели, Остановилось войско, Лежат посреди дороги Полосатый тигр и медведь. Жаба свой флаг подняла И мимо них скачет. Тигр и медведь стонут, Того и гляди, От жары и голода Дух испустят. Приоткрыли они глаза, Увидели жабу, Зарычали, Спрашивают, Р-р-р-р, Эй, жаба, Куда это собралась ты По такому санцепёку? Страшный шум подняла. Выпучила жаба глаза, Рот пошире раскрыла, Машет тигру С медведем своим флагом. Бреки-ке-ке-ке, Небо послало нам великую засуху, Иду я к небесному властителю Дождя требовать. При этих словах Тигр и медведь Скачили на лапы. Лягушки, Петух и пчёлы Перепугались, Загалдели, Заквакали, Закудахтали, Загудели. Бреки-ке-ке-ке, Сказала жаба, Кто хочет, Чтобы пролился дождь, Пусть идёт со мной. Не бойтесь друг друга, Спрашивают тигр и медведь. Р-р-р-р-р, Разве добраться нам До небесных высей? Бреки-ке-ке-ке, Если идти и идти, Можно и до небесных высей добраться, Отвечала жаба. Задумались тигр с медведем И опять спрашивают, Но ведь ты, жаба, мала, А небесный властитель велик, Где тебе его одолеть? Бреки-ке-ке, Брекки-ке, неспославший засуху низок, требующий дождя велик, правду небесный властитель услышит. А если по добру не захочет дождь послать, наше многочисленное войско силой его заставит уступить. А можно и нам с тобою, жаба, пойти? Брекки-ке-ке, чем больше наше войско, тем лучше. Р-р-р-р, уж больно ты мала, жаба, не пойдем мы с тобой, пожалуй. Я жаба мала, но у меня есть смелость великая, а вот вы, тигр и медведь, оба огромные, а испугались одной только мысли, что надо к небесному властителю идти. Взмахнула жаба флагом, на полыхающее небо показала. Опять к тигру и медведю со спросами подступила. Челюстями скрижещет, земле и небу повеление отдает. Как увидели тигр и медведь, сколь грозна жаба, перестали смотреть на нее с презрением. Если мы явимся огромным войском к небесному властителю, говорит жаба, придется ему нас послушаться, иначе всем нам погибель. Р-р-р-р, да, ты права. Раньше мы презирали тебя, жаба, но теперь уважаем за смелость. Ты слаба и мала, но с тобою петух и пчелы. Ты дерзаешь прямо на небеса смотреть. Мы пойдем с тобой. Да только нет у нас твоей смелости. Бр-р-р-р, зато медведь карабкается по деревьям искусно. У тигра есть могучая сила. Разве этого мало? Ну что ж, разреши нам идти с тобой. Сговорились они идти вместе. Подняла жаба вверх лапку с флагом. Прыгнула на высокий камень. Лягушки столпились вокруг. Петух уселся на большом поваленном дереве. Пчелы вились, гудели над ними. С одной стороны встал рядом с жабой полосатый тигр. Рычит для острастки. С другой медведь лапу поднял. Того, гляди, врага с ног свалит. Широко-широко разинула жаба рот. Раздулась у ней брюшко. Набралась она духу. Взглянула на полыхающее небо. И громко сказала. Бр-р-р, теперь мы доберемся до небес. Придется небесному властителю сделать по-нашему. Потому что у меня, у жабы, великая смелость. У лягушек проворство. У петуха крепкий клюв. У пчел длинное жало. У тигра могучая сила. У медведя искусство высоко лазать. Все ли вы согласны идти к небесному властителю с жалобой? Мы согласны, заквакали лягушки. Согласны, захлопал крыльями петух. Загудели, заплясали пчелы. Согласны. Потянулся тигр. Когти и клыки выставил. Рядом с вами пойду. А медведь, чтобы талантом похвастаться, мигом влез на высоченное дерево. И двинулось войско. Впереди пчелы летят. Следом жаба с флагом скачет. С правой стороны от нее петух шагает. С левой тигр с медведем идут. А позади прыгает, скачет лягушачье воинство. Жабья родня. Движется войско. Пыль облаком поднимается. Долго-долго шли они в душном облаке пыли. Все сильнее и жарче пекло солнце. Лист флаг у жабы в лапке совсем пожух, пожелтел. Наконец добралось войско до заоблачных высей. До самых ворот обители небесного властителя. Стоят, глаза зажмурили. Все вокруг так полыхает. Того и гляди, звери в золу превратятся. Ворота в обитель небесного властителя. Высокие, высокие. Заперты они крепко-накрепко. С двух сторон могучие крепостные стены. Ни за что не забраться. Как же нам быть, жаба, зароптала войско. Нелегко до небесного властителя добраться. Что же нам делать? Жаба широко раскрыла свои выпученные глаза. Увидела на крепостной стене в башне большой барабан стоит. И говорит медведю. Полезай-ка ты по стене. Заберись в башню. Да ударь трижды в барабан. Знак подай. Что, мол, вызываем мы небесного властителя. Разговор к нему у нас есть. Как сказала жаба, медведь так и сделал. Залез в башню, схватил палочку. И трижды стукнул в барабан. Закачались крепостные стены. И гром докатился до запретных покоев небесного властителя. А небесный властитель как раз в это время играл в шахматы с приближенным своим духом грома небесного. Услышал небесный властитель барабанный грохот. Руку от шахмата тнял и спрашивает. Кто это дерзнул нарушить покой нашего небесного дворца? Кто посмел бить в барабан, когда я в шахматы играю? Вбежала дворцовая стража. Доложила в испуге, что крепостные стены окружила войско жабы. Требует, чтобы пустили жабу пред очи небесного властителя для беседы. Разгневался небесный властитель. Сбросил шахматную доску на нефритовый пол и грозно воскликнул. Жаба, тварь невзрачная, худородная, грязнуха болотная хочет, чтобы небесный властитель удостоил ее беседой. А барабан гремел, не умолкая, все вокруг звенело и гудело. Не выдержал небесный властитель. Обернулся к духу грома небесного и в гневе приказал. Главноначальствующий над войском нашим, повелеваем тебе громом и молнией погубить эту ничтожную жабу и ее гадкое войско. Дух грома небесного схватил свой боевой топор молнию и вышел за ворота. Увидели лягушки духа грома небесного, услышали его громоподобный окрик, взглянули в его сверкающие зорницами глаза и тут же от страха кинулись в рассыпную. Даже тигр и тот попятился под натиском ветра. И только жаба высоко подняла свой листок флаг, раскрыла пошире рот, надула брюшко, да как крикнет, бре-ке-ке-ке-ке, где вы, пчелы мои с длинными жалами? Летите-ка сюда, да жальте духа небесного в нос, в глаза, в уши. Налетели пчелы и давай жалить, кусать духа грома небесного. У того в голове от боли все закружилось, в глазах потемнело. Не успел он даже громом громыхнуть, молнией ударить. Прыгнул на буйные ветры и помчался назад во дворец к небесному властителю. Только приоткрылись ворота дворца, чтобы пропустить духа грома небесного, как за ним следом проскочили проворные лягушки, а за лягушками устремилось и все воинство. Жабы вопят, квакают, гудят, рычат, победе радуются. Узнал небесный властитель, что главноначальствующий над его войском бежал с позором, а жаба во дворец проникла и разгневался страшно. Подползает тут к его трону драконову ложу волшебная скалопеидра. Просится в битву. Кивнул головой небесный властитель и повелел. Пусть же умрет жаба, порази ее своим ядом. Заторопилась волшебная скалопеидра, перебирая бесчисленными ногами, извергая яд из своего смертоносного жала, а за нею двинулись тысячи скалопеидр. Все вокруг черным черно стало. Испугались лягушки, заквакали от страха. Даже тигр и тот отпрянул, увидев, что капельки яда скалопендры попали ему на полосатую шкуру. Только жаба листок флаг повыше подняла, рот пошире разинула, брюшко до предела раздуло и закричало. Бреке-ке-ке-ке, где мой желтый петух с крепким клювом? Склюй-ка всех этих ползучих тварей! Громко прокукарекал петух, желтыми крыльями взмахнул, как клюнет волшебную скалопендру, да целиком ее и проглотил. Клюет петух налево и направо, мигом с ползучим воинством расправился. Медведь на башне еще сильнее застучал в барабан, а войско жабы вопит, квакает, гудит, рычит, победу торжествует. Услыхал небесный властитель, что волшебная скалопендра проиграла битву. Разгневался пуще прежнего, и страх ему в сердце закрался. Духи небесные, небесные полководцы, небесные воители пришли к трону своего властелина, пали на колени, стали просить дозволения сразиться с воинством жабы. Небесный властитель оглядел свое грозное могущественное войско и успокоился. Небесные духи, небесные полководцы, небесные воители, в сверкающих панцирях кто с мечом, кто с пикой, кинулись на войско жабы, сотрясая небеса и землю громовым кличем. Жаба свой листок флаг высоко подняла, рот раскрыла, пошире, брюшко раздуло, набралась духу и как крикнет, «Ну-ка, почтенный тигр, разгоните эту свору!» Напружинился тигр, выставил клыки, расправил когти, зарычал и прыгнул прямо в толпу небесных духов. Много тут полководцев и воителей погибло, а кто уцелел, побросав свои блестящие доспехи, в страхе бежал. Медведь на башне в барабан бьет, жаба листок флаг высоко поднимает, войско жабы вопит, квакает, гудит, рычит, победу торжествует. Вошла жаба во дворец, приблизилась к государевым покоям, к драконову двору. Справа от нее желтый петух стоит, слева полосатый тигр, над нею пчелы вьются, гудят, вокруг лягушки прыгают. Села жаба посреди драконова двора, подняла свой флаг к небесному властителю, взывает. Брекекекеке, о небесный властитель! Вот уже несколько лет вы не посылаете к нам на землю дождя, потому пересохли реки и ручьи, почернели травы и деревья. Птицы и звери гибнут, без счету. Услышал эти слова небесный властитель, приободрился. Раз в этом только дело, придется выйти. Поговорю с жабой. Такая безобразная тварь, а смелость у нее необычайная. Появился небесный властитель на государевой драконовой галерее. И спрашивает, зачем хотела ты, жаба, предстать пред нашими очами? Брекекекеке, отвечает жаба. О, небесный властитель, у нас к вам только одна просьба. Чтобы все мы не погибли от страшной засухи, неспосланной вами, одарите землю дождем. Рассмеялся небесный властитель. Закивал головой. Так вот оно что, значит, ты только за этим и шла ко мне? Возвращайся, восвояси, жаба. Я сейчас же пошлю на землю дождь. Наклонилась жаба, взглянула вниз на земной мир. Поднялся там ветер, собрались черные тучи. Все потемнело в четырех странах света, и хлынул невиданный дождь. Загудели, полетели пчелы. Громко и грозно прокукарекал петух. Полосатый тигр напружинился, зарычал от радости. А медведь еще громче стал бить в барабан. Обернулась тут жаба и говорит. О небесный властитель, теперь можно возвращаться. Но как известим мы вас в следующий раз, когда на земле опять случится засуха? Придумай что-нибудь, жаба. Только не являйся больше пред наши очи, поспешно ответил небесный властитель. Хорошо. Давайте, о небесный властитель, условимся с вами, что как только подам я свой голос и закричу брекекекке, вы тот час пошлете на землю дождь. Ладно, ладно, пусть будет по-твоему, сказал небесный властитель. Только не шуми больше в моем дворце. На том они и расстались. И повела жаба свое войско обратно. Когда вернулись они на землю, небо больше не полыхало огнем. Вокруг веяло приятной прохладой, шумели реки и прозрачной влагой наполнились ручьи. Везде зеленели деревья, пели птицы. Успела приумножиться и родня жабы. Все они явились встретить ее с почетом. А маленькая, неказистая жаба, устав с дороги, возвратилась в свое тихое укрытие и легла почивать. Дышать жабе стало легче. Она закрыла глаза и тихо про себя, улыбаясь, уснула. С того времени стоит только жабе подать голос Брекекекеке, и сразу же небесный властитель посылает дождь. Видно, поэтому почтенные наши пращуры говорили, жаба самому небесному властителю родней приходится. И наказывали детям и внукам никогда не трогать жаб, всегда помнить об их заслугах и пользе. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok